В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгуль Зыганшина. Смену статуса Самара одобрили на общественных слушаниях. Областной центр может стать городским округом с внутриградским делением, а район отдельными муниципальными образованиями, по аналогии с префектурами Москвы. Это позволит горожанам быть ближе к власти, а значит и порядка в столице региона должно стать больше. Аншлаг в зале заседания городской думы. Более 250 человек пришли на слушания. 235 из них зарегистрировались в качестве участников. Городские округа с внутриградскими районами могут получить новый статус, а городские районы стать отдельными муниципальными образованиями. В этом случае районы получат большую самостоятельность, в том числе и финансовую. Самое важное в этом процессе то, что у самих районных властей появляется возможность и стимул более качественного администрирования налогов на той территории, на которой муниципалитет находится. И это будет связано с наполнением бюджета и возможностями решения проблем горожан. Планируется, что в Самаре этот этап станет промежуточным в реформе местного самоуправления. Подобный опыт уже реализуется в Челябинске. В пользу деления Самары на более самостоятельные, чем прежде районы, выступили профессиональные граждане. Это председатели МКД, ТОСов, общественных организаций, представители различных партий и другие неравнодушные самарцы. Власть будет в шаговой доступности, каждый гражданин сможет обратиться к ней и власть будет чувствовать свою ответственность и будет более, так сказать, быстро реагировать на все запросы людей. И это улучшит нашу с вами совместную жизнь в нашем городе. Тогда, когда каждый житель, который лучше всего знает, где живет, какие существуют проблемы, сможет как можно быстрее и обеспеченной денежными средствами обратиться к власть, которая обеспечена средствами для решения этих проблем, тогда эти проблемы будут решены. На слушаниях звучала и критика в адрес предложений изменить статус городского округа. У меня предложение не поддерживать вынесенное предложение о наделении городского округа Самары статусом городского округа внутри городским делением и более подробно изучить опыт Челябинска с тем, чтобы уже проанализировав этот опыт, через год-два вернуться содержательно и вдумчиво к этому вопросу. То, что до власти можно будет дотянуться рукой, подкупило сторонников инициативы. Заявки от жителей будут поступать сразу к непосредственным исполнителям, а те, в свою очередь, получат возможность решать вопросы быстрее, эффективнее и сразу на месте. Усилиями наших городских властей проводились ремонты внутриквартальных и магистральных дорог. Но до идеального решения этих проблем еще чего-то не хватает. И может, если мы вместе в районах будем смотреть и решать, что где, и жители вместе с этими районными депутатами будут на месте именно решать эту проблему, это будет правильно. Голосование участников показало сторонников инициативы изменить статус городского округа на городской округ с внутригородским делением значительно больше. За проголосовало 226 участников, 7 голосов против и двое воздержались. В ближайшее время соответствующие законопроекты рассмотрят в Губернской думе. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. Жители областной столицы принимают все более активное участие в жизни города. Стратегия развития Самары, участие в разработке которой в том числе принимали и неравнодушные горожане, признана одной из лучших в стране. Своими наработками самарские специалисты поделились с коллегами из других городов Поволжья. До 2016 года каждый российский город должен разработать свою стратегию. Самарским специалистам есть о чем рассказать коллегам из других регионов. Самарская стратегия развития признана одной из лучших в стране. В ней содержатся 10 основных направлений. Среди них развитие городской среды, образование, науки, туризма. Над документом работали в течение двух лет. В разработке принимали участие не только эксперты, но и неравнодушные к судьбе родного города самарцы. Очень важно, что не только люди, облеченные властью, научными степенями в области урбанистики, участвовали в создании стратегии, но участвовали горожане. Люди осознают, что от них очень многое зависит, что их слышат, что от их мнения очень многое зависит. Чтобы взять на вооружение опыт самарских коллег, съехались представители разных городов Поволжья. Некоторые уже находятся на стадии разработки документа. Для остальных подготовка стратегии еще впереди. Знания, которые представители администрации муниципалитетов получат на семинаре, будут полезны на любом из этапов разработки. Прежде всего я жду общения с коллегами, которые, как и мы, находимся на начальном этапе формирования стратегии. Каких-то новых идей, каких-то новых моментов, которые позволят нам все-таки разработать грамотную стратегию. До 1 января нужно 2016 года конкретно определиться и принять необходимые документы. Я думаю, что с помощью аудитории, коллег, мы расширим свой опыт. В Самаре уже приступили к реализации стратегии. Она будет воплощаться в жизнь в рамках муниципальных программ. Обучающие семинары по разработке стратегии проходят уже второй год. В 2015-м Ассоциация городов Поволжья приведет еще и большой форум лучших муниципальных практик экономического развития городов. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Тем временем в Самаре приступают к весенней уборке города. Сроки поставлены жесткие. Задачи масштабные. В связи с юбилеем Победы, благоустройству особое внимание. Чтобы начать уборку как можно раньше, уже активно работают дворники. Ворошение снега и подбор мусора задачи на ближайшее время. Причем участвовать в преображении города будут не только муниципальные предприятия и подрядные организации. Генеральные уборки привлекают крупные промышленные предприятия. Главы районов налаживают сотрудничество с руководством заводов. Многие, к примеру, авиаагрегат, кузнецов, булочно-кондитерский комбинат, уже определились с территориями, которые будут убирать их сотрудники. Нам нужно, как говорится, конкретизировать, достичь конкретных соглашений по территориям, которые будут убираться не только силами управляющих компаний, не только силами наших муниципальных предприятий или подрядчиков, но и за счет коллектива сотрудников промышленных предприятий, объектов потребительского рынка. На очередном заседании штаба по благоустройству обсудили и графики восстановления дорог и тротуаров после вскрытия для ремонта ресурсоснабжающими предприятиями. Приступить к восстановлению асфальта они должны в апреле. Сроки выполнения работ будет контролировать ГАТИ. Усилят и работу административных комиссий, которые будут составлять протоколы и штрафовать нарушителей правил благоустройства. Кроме того, Департаменту транспорта поручено представить подробный план, как будет осуществляться уборка трамвайных путей и остановок общественного транспорта. В этом году ему делят особое внимание. На следующее заседание штаба по благоустройству пригласят и сетевые компании, которые отчитаются, как будут обслуживать охранные зоны газопроводов, линии электропередач, красить трансформаторные подстанции и выполнять другие работы по благоустройству территорий, находящихся в их ведении. И к другим темам. Досудебные выплаты похищенных денег обманутым вкладчиком Самарского банка «Волгокредит» могут начаться уже в конце марта. Такое решение было принято на рабочем совещании под председательством гендиректора Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева. В работе совещания также приняли участие представители Генпрокуратуры, МВД и Центробанка. Напомню, в конце прошлого года «Волгокредит» лишился лицензии со счетов клиентов, без их ведома были сняты в общей сложности порядка полутора миллиардов рублей. Цель достигнута, это самое важное, потому что это тысячи наших горожан, наших жителей, к тому же большинство из них подавляющее. Это люди очень зрелые, пенсионеры, которые доверили свои средства, наверное, накопленные всей жизнью, всем своим трудовым путем и стали жертвой мошенников. И очень важно, что государство не отвернулось от них. Как выяснило следствие, в банке существовало два реестра вкладчиков. Неофициально находился в системных блоках компьютеров, которые водолазы подняли со дна реки Самара. Всего было поднято пять блоков, по словам начальника поисково-спасательной службы Самарской области Олега Моцаря. Глубина в том месте была небольшая, около двух метров. Один из системных блоков заметили еще с Кировского моста. Видимо, те, кто бросал их в реку, не знали, что здесь так мелко водолазы справились за один день. Ветеранам Самары продолжают вручать медали к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Всего их получат более 18 тысяч человек. Юбилейные медали учреждены указом президента России. В Самарском лицее созвездия для почетных гостей ветеранов войны устроили особый прием. Голос становится тихим, с дрожью. Яков Николаевич Захаров не может без боли в сердце вспоминать о войне. Было очень тяжело. В 9 лет пошел работать в колхоз. Рабочих рук не хватало. А трудиться приходилось по 12 часов в сутки, невзирая на возраст. В 9 лет я пошел, что я делал? Вот хотя там говорят, там мало, по 12 с утра до вечера работал. А днем в поле воду возил женщинам. День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны – самый главный праздник, самый счастливый. Ради мира в родной стране себя не жалели. Свой вклад в победу внес каждый. В год Великого юбилея ветеранам вручают памятные медали в честь 70-летия Победы. Такое внимание греет душу, делятся ветераны. В лицее созвездия Советского района Самары в честь особого дня подготовили концертную программу. Для этих ребят – ветераны и участники Великой Отечественной. Самые дорогие гости. Историю здесь учат не только по учебникам. 16 лет назад создали музей Курской битвы. Среди экспонатов – вещи, с которыми солдаты воевали на фронте. Их принесли сами ветераны. Последующие поколения должны знать, что пережила их страна. Для младших классов, для детей, также для старших классов мы постоянно проводим экскурсии. И вот наше внимание уделено Курской битве. Проходят уроки мужества. Интерес большой у детей. Они смотрят на ветеранов, которые приходят к нам с медалями, орденами. Очень много вопросов. Внимательно дети вслушиваются в каждое слово людей, которые лучше историков могут рассказать. Как страшна и сурова была война и сколько мужества и силы в русском народе. В Советском районе Самары около трех тысяч ветеранов. Юбилейную медаль к 70-летию Победы вручат каждому из них. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. В старейший Самарский храм в честь Казанской иконы Божьей Матери привезли мощи Матроны. Ее называют святой, блаженной, праведной. Матрона Московская еще при жизни помогла тысячам верующих исцелиться и обрести семейное счастье. Можно по традиции купить цветочек, принести в храм. Есть такая традиция Божьей Матроне. Поставить перед ее мощами и отходя от мощей уже получить от нее тоже дар цветок. А также у нас рядом с нашим мощевиком расположен небольшой ящик, который люди могут написать письмо Божьей Матроне и опустить. По подобию того, как это сделано в самой Москве, там где хранятся ее мощи. Прихожане верят, молитва перед иконой святой Матроны помогает во всем. В сердечных делах, в исцелении от болезней, в сохранении семьи, заботе о детях и их благополучии. Мощи пробудут в храме до 29 марта. Церковь работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. К новостям культуры. Игра со временем ирония. Открытый вопрос научной интерпретации истории. Это все объединено в большом проекте самарского художника Александра Филимонова при поддержке галереи Виктория. Двойные трехлитровые банки, деревенско-уборные. На выставке можно встретиться с вещами, узнаваемыми только под другим ракурсом. Попытка заглянуть в будущее и узнать, что о нас скажут те, кто будет жить через тысячелетия, через призму своей фантазии. Художественная мысль собрала воедино осколки современности и дала им новое назначение. Посетить выставку можно будет до 12 апреля. Мои все вещи, они на самом деле вне временной характера имеют. Они не откликаются на какие-то актуальные вещи, которые происходят сейчас, а вообще на контекст исторический в целом, на процесс, как я его понимаю, на процесс вот этой реконструкции истории, как нам его подают. Есть небольшая пессимистическая нотка в выставке, это именно история непознаваемости мира, потому что на самом деле мы всегда с прошлой, да что уж там греха скрывать, и настоящей тоже реконструируем. И эта выставка просто о некой власти, тотальной власти воображения. Самарским киноманам представили территорию. Фильм с одноименным названием выйдет на большой экран в апреле. Он снят по мотивам книги Олега Куваева. В советские годы этот роман стал настоящим бестселлером. В книге о территории рассказана история золотоискателей, которые в условиях Крайнего Севера ищут новые месторождения золота. История о несгибаемой силе воли, мужестве и смелости. Фильм «Территория», снятый по книге геолога и писателя Олега Куваева, основан на реальных событиях. Речь идет об открытии большого месторождения золота на крайнем северо-востоке России. Фильм самарским зрителям представил режиссер Александр Мельник. Эта история нами, нашими душами тоже разделена. Мы снимали фильм о больших, сильных, красивых людях. Мы снимали фильм о русской гипербореи. Наверное, об этом кино, о том, что у нас есть история, у нас есть страна великая, у нас есть потрясающие силы, люди, характеры, настроения. И мы надеемся, что у нас есть большое будущее в нашей стране. Фильм впечатляет необыкновенными по красоте горными пейзажами, бурными реками, бесконечными горными массивами и водопадами. Съемки проходили на плато Путорана. Съемочной группе подолгу приходилось обходиться без сотовой связи интернета. Бывало, вертолеты с большой земли ждали по девять дней. Ни суровые морозы, ни сильные ветра не помешали работе. Все актеры старались как можно точнее передать характер своих героев. Чтобы прочувствовать всю тяжесть труда золотоискателей в условиях Крайнего Севера, актер Константин Балакирев сам спускался в шахту и ломом долбил шурф. Очень важно было сделать этих людей. Причем, естественно, как вы видели, они получились разные. И каждый из артистов старался это сделать честно, понимаете. Потому что, ну, если с экрана люди говорят о честности, говорят это искренне, то, значит, для того, чтобы это получилось с экрана, нужно и нам это делать искренне. Фильм «Территорию» уже посмотрели в нескольких российских городах. Самарцы окунуться в романтику северной жизни и больше узнать о суровых буднях золотоискателей смогут в апреле. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. И в завершение выпуска о спорте бои без правил стали уже традицией. В самарской спортивной жизни третий турнир соберет лучших бойцов из Москвы, Ульяновска, Сыктывкара. Кому из них достанется чемпионский пояс и кто станет волжской легендой, Сергей Кизоркин обещает держать в курсе. До определения первого чемпиона Самары по универсальному бою остаются считанные дни. Но спортсмены Москвы, Ульяновска и Самары уже сегодня готовы к поединкам. Для них титульный бой – первая ступень в профессиональный спорт. Смешанные единоборства мне интересны, как вид спорта. И выступаю везде, где зовут. Мне это интересно. Ну, это путь. И по уровню того, как будешь расти, будет уровень турниров, на которые буду вызывать выше и выше. Я со своей стороны усердно готовился. Хочу показать яркий поединок и, конечно, победить. Первые отборочные соревнования по микс-файту прошли в Самаре в феврале прошлого года. Полуфиналы выявили претендентов на чемпионские пояса в октябре. В итоге квалификацию прошли только 18 спортсменов из 150 бойцов. Именно они и сразятся в итоге за титул чемпиона Самары и звание «Волжская легенда». Очень интересная пара у нас дополнительных боев. Это Вадим Малыгин, клуб «Север», Сыктывкар. И Тимур Анашкин, город Самара. Уже достаточно сформировавшиеся спортсмены, мастера спорта по нескольким видам единоборств. Все результаты боев занесут в рейтинг крупнейшего интернет-портала о смешанных единоборствах. Это даст возможность самарским спортсменам засветиться в мире микс-файта и выступать на профессиональных турнирах по всему миру. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samargis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргис на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Вернуть деньги за счетчики можно будет через суд. Такое решение было принято управлением ФАС по Самарской области. Камень преткновения – это техусловие на установку индивидуальных приборов учета, потребляемой воды, за которые граждане платили из своего кармана. Деньги собирали ООО «ПЖРП-11» и ООО «Управляющая компания ВАСКО». Так что теперь те граждане, которые оплатили за техусловия, могут обратиться либо к самим компаниям, чтобы те вернули уплаченную сумму, либо же непосредственно в суд с иском о взыскании денежных средств. Правда, на этом махинации в сфере ЖКХ не закончат. Восемь страховых компаний привлечены к ответственности за навязывание дополнительных услуг при продаже полисов ОСАГО. В частности, дела возбуждены в отношении директора филиала ООО «Ренессанса страхования» и начальника Большеглушицкого страхового филиала ООО «Росгосстрах» в Самарской области. Прокуратура Самарской области сообщает, что виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей каждый. Ранее по постановлению прокурора Октябрьского района города Самары к административной ответственности был привлечен директор филиала страховой компании ВСК с назначением аналогичного наказания. Говорили, что ОСАГО убыточное. Вон как некоторые компании навариваются. Туристов в Карелии больше, чем жителей. Об этом заявил глава региона Александр Худилайнин. В прошлом году Карелию посетило больше двух миллионов туристов. Фактически это рекордный результат. Особенно учитывая, что самих карелов всего-то 640 тысяч. Сейчас в республике активно строятся базы отдыха, а в ближайшее время планируется строительство нового аэропорта. Основными достопримечательностями Карелии являются Кижи и Валаам, а также многочисленные природные объекты республики. Был в Карелии безумно красиво. Рекомендую. А на сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Аварии помешали Ладе выиграть первый этап чемпионата мира по автогонкам. Самарский велогонщик привез бронзу всероссийских соревнований. А самарские баскетболисты сыграют в финале юношеской лиги. В Иркутске завершился полуфинал первенства юношеской баскетбольной лиги. Клуб Самара обеспечил себе путевку в финальный раунд соревнований. На счету самарцев три победы и два поражения в подгруппе и третье место в итоге. Тольяттинские красные крылья отправились в отпуск, заняв на турнире только пятое место. В Сочи более сотни велосипедистов из 16 регионов страны проехали по шоссе первую в сезоне всероссийскую гонку. В командных соревнованиях на сотне самарец Максим Разумов занял третье место. В той же гонке, но уже на дистанции длиннее на 32 километра, лучший результат среди самарских велосипедистов показал Денис Жуйков. До завоевания бронзовой медали ему не хватило 18 секунд. В Аргентине прошел первый этап чемпионата мира по автогонкам. Два болида «Лады» рвались к победе и в тестах, и в квалификации. Претендовали пилоты Роб Хафф и Джеймс Томпсон на призовые места и в основной гонке. Однако триумфа самарского автопрома на международной арене пока не случилось. Конкуренты «Ситроэна» и «Шевроле» догнали «Ладу» в задние бампера и повредили подвески. Продолжить гонку спортсмены не смогли. Второй этап чемпионата мира пройдет в Маракеш и Марокко в середине апреля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова